Все, попиздели. Всем привет, меня зовут Георг, и сегодня в видео я расскажу о своей коллекции помад Lime Crime из линейки Pearls. Да, Pearls. Сейчас у меня на губах оттенок Roseville, и выглядит он, естественно, вот так. Кажется, как будто он более нюдовый, но если у вас чуть-чуть более желтоватая, загорелая кожа, как у меня, то он кажется еще более светленьким и еще более серым. Хотя мне казалось, что более серым на губах будет смотреться оттенок асфальт, но оттенок асфальта у меня на губах смотрится таким фиолетово-серым. Сейчас в видео будут свочи этих двух помад. Тыр-тыр-тыр, делаем свочи. В чем отличие этих помад Lime Crime от любых других помад в пуле? В том, что основа цвета матовая, полностью какой-то доминирующий цвет, но при этом у них есть очень жемчужное светоотражение, именно поэтому они и называются Pearls. И здесь текстура очень приятная, комфортная. Кстати, что подушки. Я не очень помню, чем пахнут помады Unicorn. Это старая версия Lime Crime. Они были такие фиолетовые, с единорожкой, самые популярные, самые попсовые в Инстаграме, в Тумблере, если вы вбьете какой-нибудь Tumblr Girl, типа Инстаграм, еще что-то. Это была их первая линейка помад Lime Crime с единорожками. И, по-моему, их сейчас снимают с производства, переиздают или что-то с ними происходит. Их нет сейчас на рынке. И сейчас на рынке есть вельветинты, есть даймонд крашесы, есть даймонд дю, блестульки такие маленькие. И эти помады в пульках из линейки Pearls. Здесь получается очень приятная матовая текстура, как я уже говорил, и светоотражение перламутровое. Нет, какое перламутровое? Тут я на рынке перламутровое. Это же мчужное светоотражение. Также я в диком восторге в оттенке Penny. Если вы не в курсе, по ссылке внизу в инфобоксе у меня есть статья в моем телеграм-канале про бьюти и все такое. Есть небольшая статейка, где я использую оттенок Penny. Он выглядит вот так. На самом деле здесь нормальная конусовидная крышечка. Это я просто шпателем срезаю, чтобы разрезать немножко в палитру или красить через палитру клиентов. Поэтому не смотрите на такую уебищную форму. На самом деле помады нормальные. Оттенок Penny очень крутой. Прям медно-золотистый с оранжевой ноткой. Круто подойдет голубым глазкам и вообще всем тем, кто любит немножко сделать Orange is a New Black. Также я в восторге от оттенка Denim. Оттенок Denim это прям супер насыщенный синий джинсовый цвет. С жемчужным переливом. Очень круто смотрится. Единственный небольшой недостаточник в том, что на границах за счет этого переливания кажется, что контур неровный. И лучше использовать какой-нибудь синий матовый карандаш для глаз обязательно, чтобы заиметь четкую линию и потом положить эту помаду полностью на губы. Тогда это будет выглядеть очень круто и стильно. Также я без ума... Блин, наверное, у меня практически вся коллекта цветов есть. Неловко получилось. Честно говоря, я в восторге и от этих трех оттенков. Это Gemma, это Charmed и Beetle. Начнем с Beetle. Это очень крутой фиолетово-красный оттенок на... С зелено-желтым переливом, что ли. Я не знаю вообще, такое возможно или нет, но это очень красиво. Оттенок Charmed. Достаточно скромный, деликатный. Мне кажется, если вы никогда не пробовали помады Pearls и хотите с чего-то начать, но не готовы к таким цветам, как асфальт, деним и все такое, начните с оттенка Charmed. Он очень мягкий, немножечко задает текстуру Pearls и при этом смотрится стильно. Независимо от того, используете ли вы карандаш по контуру губ или нет. Оттенок Gemma имеет такую же светлую основу, как и оттенок Roseville, который у меня сейчас на губах. Напишите в комментарии, нравится вам такой цвет, что вы думаете по поводу того, когда помада не матовая, а она имеет текстуру жемчужины, может быть перламутровая, может быть с частичками блесток. Лично я думаю, что это круто и почему бы и нет. На этом все, спасибо большое за внимание, подписывайтесь на канал и пока! Субтитры сделал DimaTorzok